28 апреля российские войска обстреляли жилой дом на окраинах Лисичанска. Сзади меня вы можете видеть уже закопанную яму около 70 сантиметров, куда прилетел снаряд. Осколки посекли дом. В этот момент в нем пребывало двое людей, и они чудом остались живы. Когда в тебя не попадает, это не страшно. А когда вот сюда попало, тогда уже знаешь, что это очень опасно. Сергей, хозяин дома, показывает, какой урон нанесли прилетающие боеприпасы его хозяйству. Вот сюда снаряд прилетел. Туда вот это все осколки. Крышу снесло, естественно. Соседям немножко досталось. Соседи сразу на следующий день уехали. А вы остались? Мы остались. Сидели здесь вино выпивали, вот здесь. Потом разошлись, зашел в дом, думаю, почитаю книжку. И свет был как раз, и все. И вдруг кафель полетел. Немножко потемнело. Как раз туда. И Наташа выбежала спать. И вместе мы тут их встретились. И тут окно на нас полетело. Но окно как-то полетело. Интересно, что бутылки, которые на столе с маслом стояли, они стали стоять. А окно вылетело, куда-то дальше полетело. Ну а пластик разлетелся. На следующий день я пошел, и пена у меня была. Запенил по новой. Поставил на место. Они вылетели вместе с Романом. Но не разбились. Несмотря на все пережитое, семья не хочет выезжать из родного дома. Финансы не позволяют. Тут коротают время заведением домашнего хозяйства. Мужчина ежедневно приносит с родников 60 литров воды. В Лисичанске из-за боевых действий поврежден водопровод. Нет света, газа, интернета и связи. Однако во дворе Сергея уже есть урожай черешин. А в воронке от снаряда уже подрастают огурцы. Стена выгнулась туда. И полетела весь капель туда, завалился в ванну. Вот сюда засыпал в воронку и огурцы посадил. Сергей построил дом добротный. Говорит, именно это помогло им выжить. Саман там. Саман – это глина. Глина не пробивается обычно. Вот пол кирпича, осколки пробивают легко. Хотя прошло уже полтора месяца после случившегося. Жена Сергея до сих пор вздрагивает от воспоминаний. И не хочет думать о том, что могло бы случиться. Задержись они на улице еще на полчаса. Это гараж. Это гараж, это кухня. А это кухня. Машина разбитая. А с той стороны? Окна у нас-то вылетали. Но слава богу, что пластик. И так вылетели. А потом он на пластик поставил сам. Вот тут стекол не было ничего. Там выпало. Я думала, что нам уже конец. Волонтеры приезжают к пострадавшим и привозят гуманитарную помощь. Ездим на Бахмут каждый день. Привозим, развозим на РТИ. Сейчас получается в Лисичанске обстрелятся все районы. Нет ни одного места тоже безопасного здесь. А люди эвакуироваться не хотят. Много детей. Молодежь поуезжала. Остались люди преклонного возраста. То есть женщины, мужчины. Много людей. И детей много. Ситуация тяжелая. У людей нет возможности приобрести продукты. Нету везде. Не нуждаются все наши. За последнюю неделю ситуация в Лисичанске резко ухудшилась. Российские войска обстреливают город из разного вооружения и проводят авианалеты. Разрушений очень много как в центре города, так и на его окраинах. Люди постоянно находятся в подвалах или убежищах. Вчера в центре города сгорел супермаркет. А с горы было видно, как горит Северодонецк, где сегодня проходят уличные бои. Вооруженные силы Украины пытаются отстоять улицу за улицей, пока россияне разворовывают жилые дома и записывают постановочные ролики с местными жителями. Анастасия Волкова специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.